Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за ПСЖ. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, сегодня у нас месяц январь. Будет в ролике, он уже практически здесь три недельки осталось. Вот, четыре матча, Леон, Брест, Реймс и Бордо. Вот, но еще и кубок именно против Бордо. Поэтому против Леона, мне кажется, самая интересная игра, хоть и в принципе уже никакой конкуренции у нас в лиге и нету. Так что посмотрим, готовы ли мы сыграть. Да, первым составом мы против них выйдем. Ну и также ждем по трансферам многообещающего правого защитника. Я готов даже в 70, я не знаю сколько там, 5 наверное подписать игрока, плюс именно. Но сейчас именно по Дагбе мы посмотрим. Ну, чтобы он был по возрасту, я не знаю, где-то наверное 20 лет, 21 год максимум. Вот. И Дагбу я тогда только смогу продать, чтобы логика хоть в чем-то здесь была. Чтобы он был более перспективнее, нежели чем Дагба, вот в 23 имеет рейтинг 77. Ну что же, Леон против ПСЖ, первая строчка против шестой, мы выходим первым составом, поехали. Итак, Леон против ПСЖ, матч в рамках чемпионата Франции, поехали. Сразу же находит точным пасом Киллиан Мбаппе, а тот забрасывает на Леонеля Месси и Месси не смог. Первым добраться до мяча Виналдум. И Месси сассистировал на Виналдума, который, ну, в стеночку буквально они в этой атаке сейчас отыграли. И 1-0 через Гуе. Неплохая передача Верати, и снова по пустым Верати забивает гол. И счет уже 2-0 на 33-й минуте. Киллиан Мбаппе набирает, набирает ход. И Мбаппе в дальний угол, но это в самую девятку, если я не ошибаюсь, надо сейчас с повтора посмотреть. Хороший дальний удар, и 3-0 перед самым буквально перерывом Мбаппе увеличивает отрыв, доведя его до разгромного. Неплохо, и Марко Верати через Киллиан Мбаппе. Ну, а тут дальше проходит, не встречают его вообще игроки из Леона. А он еще и вот так вот забивает, пяточкой, аккуратно. 52-ая минута, дубль Киллиан Мбаппе. Интересная передача. Виналдум! Как сейчас забил! Я действительно нажимал на парашютик, но не ожидал, что так изящно будет забит этот мяч. И 68-ая минута. Виналдум тоже забивает сегодня дубль. Еще раз хочется насладиться этим моментом. Мбаппе отдает голевую передачу. Ну, а вообще реально ли так пробить было? Он в подкате пробил парашютом. То есть, как здесь вообще можно было мяч вот так вот еще и подцепить? Мне кажется, голеностоп бы сломался после такого, но... Главное, что забили. 5-0. Финальный сесток. 5-0. Пассажир разгромили на выезде Леон. Дубль у Неймара, а у Киллиана Мбаппе. Виналдума. И дальше я забыл, кто еще там один забил. Сейчас посмотрим. По XG мы наиграли на 6 мячей. Леон на 1. Еле на скреб. Так, что у нас по XG лучшим? Стал Мбаппе. Естественно, у него дубль плюс 2 голевые передачи. Виналдум тоже забил 2 мяча. И отдал 1 голевую передачу. Верати гол плюс пас. И Леонель Месси отдал голевую передачу. У всех оценка выше 7-ки. Хакими самая низкая оценка в команде 7-1. Так, нашли нам интересный вариант. Это Сержиньо Дест. Играет за Барселону. Я не помню. Вроде я его хотел подписать в карьере за Мадридский Реал. Но вроде еще не подписал. Поэтому я не знаю, будет ли это сильно прям проблема, если я его и сюда и туда подпишу. Просто других вариантов нам пока что в принципе не находят. Поэтому давайте пока что будем довольствоваться тем, что есть у нас. Действительно, только Дест до сих пор. Так, сборная Шотландии. Хочется, чтобы мы стали тренерами их команды. Мы отклоняем. Так, ну еще. Еще двое. Джейден Болл. Боглэ. Болл, не знаю, может не читается. Из Шеффилда, 21-летний. И Такехира Тамиясу. Но вот Тамиясу уже вряд ли будет нам подходить. Потому что если у него даже и рейтинг будет похожий, как и у Дагбы, 77-й, он нам не нужен будет. Если там 80+, только это вряд ли. Вот. Сейчас у нас, кстати, стало после игры с Леоном 4 игрока в списке бомбардиров. Фумбаппе, Месси по 10 забитых мячей. Раким Стерлинг 11 и Маур Икарди 21 забитый мяч. Сейчас, кстати, будет на поле именно Икарди и Стерлинг. И посмотрим, сколько они смогут отгрузить ворота Бреста. Домашняя наша игра. У всех замечательные показатели. Поехали. Итак, ПСЖ против Бреста. Домашняя игра. Поехали. Рафиня супер. Здесь уже Икарди. И хорошая передача Демарии. И на Демарию. И Демария на дальнюю. А там Данила Перейра забивает. 27-я минута. Перейра снова, кстати, у нас забивает головой. То с подачи у головы было вроде в прошлом выпуске. Теперь вот с подачи с фланга. Сразу же вперед через Рахима Стерлинга. Тут разворачивает атаку ПСЖ. Хорошая передача над Дракцера. И просто посмотрите, как они сейчас разыграли эту комбинацию. Уже даже вратаря вывели из ворот. И Икарди забивает. Забивает уже вроде 22-й гол в этом сезоне в чемпионате Франции. Ну, супер. Так, Диалло неплохо. Данила Перейра. Через Икарди. И тот на Рафиню. Но надо было там на Демарию. Скорее всего его Демария. Анхель Демария с мячом. Подача прямо на Дракцера. И снова забивает три гола. Три с подачи сегодня у ПСЖ. И Дракцер отличился. Неплохо. Ким Пембе. Сразу же хорошая передача на Демарию. А тот нам Бапе и Киллиан Бапе. На Стерлинга. 4-0. И здесь получилось все-таки разыграть вот эту вот комбинацию. Давайте еще одну замену произведем. Почему бы нет? Давайте Неймара справа попробуем. Там буквально на две минутки. Никого на подмоге нет. 4-0. ПСЖ в большинстве. Уже там под конец матча. Мы всего лишь один мяч в большинстве это забили. Побеждаем Брест дома. Так что в принципе все замечательно по XG. Может быть там и на больше наиграли. Нет ровно на четыре мяча. Вот. Брест даже на один не наиграл. Лучшим игроком матча признан Рахим Серинг. 8-1 оценка. Как-то низко мне кажется. Дракцер. Гол плюс пас. И Карди. Один забитый мяч. Демария. Две голевые передачи. Перей разобил. Ну и Келлен Баппе. Вышел и отдал голевую передачу. Хуже всех. Отыграл. Получается Диало. 6-8 оценка. Вот. Самая низкая в команде у нас. И стартового состава. Так. Неудача в регионе Франция. По Мбаппе пришло предложение. Вот. За 237 миллионов. Хотя этого купить в Мадридский Реал. Мы отклоняем. Хотя было бы мне кажется интересно. Мы бы и без Мбаппе справились. У нас и Икарди неплохо себя показывает. Но вот кого на замену Мбаппе нам бы надо было бы тогда покупать. Вот это вопрос. Из того же Реала может быть стоило бы забирать Бензему, к примеру. Так. По Данили Пере Рип пришло предложение. За 29 миллионов. Я вроде бы не продаю. Из Манчестера Юнайтеда. Но мы тоже вот отклоняем. Потому что в последних матчах набрал форму. Вот и решили его уже сразу у нас перехватить. Так. Снова нашел всех кого смог в регионе Испании. Это по правому нашему защитнику. Многообещающему там. В итоге. И Дес. Сколько ему еще? Три дня. Этим. По неделе еще. Но в принципе должны успеть. По всем даже информациям. Мы можем и в последний день трансферного окна их просто подписать. Но у нас снова игра. Домашняя против Реймса. Снова будем играть естественно вторым составом. А первым уже отыграем тогда в кубке. Ну что же. Составы на ваших экранах. PSG против Реймса. Поехали. Итак. PSG снова в роли хозяев. Принимают сегодня Реймс. Сразу неплохой заброс. Но здесь на вас. Отлично отыграет. Пока что. Ой. Вот это вот ошибка. И серьезно. Сразу же. Да. На четвертой минуте Реймс забивает. Привез Кейлорнава себе забитый мяч. Только что хотел сказать. Мы не пропускаем на протяжении уже двух матчей. Разгромные победы. Но вот не пропускаем. А вот и Велолибре. Нам забивает в итоге. И мы теперь проиграем. Да. Желтую получает Фаэс. Как мы видим часто нарушают. Против PSG и Демария забивает. Отличная здесь подача. 13-я минута. Неплохо разыграли. Вот этот штрафной. Хороший пас на Рафиню. Но. И забивает Демария. Который из-за возраста, скорее всего, из-за того, что мало забивает за нас. Получая там понижение в рейтинге уже где-то минус 2, может быть, уже минус 3 получил за полгода. Это пенальти. Стерлинг зарабатывает. Но сейчас счет у нас ничейный. Поэтому это важный гол. Поэтому мы сейчас посмотрим, кто у нас лучший пенальтист. Там и решим. Так. Ну, к мячу подходит почему-то Икарди. Я не знаю, вряд ли он. Пенальти. Ну, действительно, да, у Икарди. Ну, значит, за Икарди и будем бить. Отлично. 28-ая минута. После быстрого пропущенного мяча в начале матча от Реймса ПСЖ смог быстро, вот так за полчаса, отыграть два мяча. Замечательно. Играть сейчас? Я не понимаю. На Стерлинга хорошая передача пошла. Рахим Стерлинг. И, ну как сейчас он филигранно все сделал? А вот и Стерлинг наконец-то забил. Он заработал сегодня пенальти. Хотел он пробить, но счет был минимальный, поэтому нам нужно было решить этот стандарт именно хорошим пенальтистом. И вот именно Икарди и пробил. Но в итоге Стерлинг показывает свою мощь. В топ-5 сейчас бомбардиров Лиги 1 он входит, как и четыре еще футболиста из ПСЖ. Икарди, Стерлинг, Баппе и Лионель Месси. Вот снова Стерлинг, снова Стерлинг и снова накрутил. И посмотрите, ну как будто два мяча одинаковых под копирку сделал Стерлинг. При том, что на одном финте получилось, и это замечательно. Рахим Стерлинг и Трик. Вот так вот за 80... Вот правда, на какой минуте вот он забил? Буквально с 80 он вроде начал забивать, и вот уже трешку положил в ворота Реймса. И вот счет 5-1. Снова разгромный. Хоть и пропустили первые. Так, Перейра. Неплохо. Рафинья. Через Стерлинга. Замечательно, Рахим Стерлинг. Как сейчас отыграл Стерлинг. Четвертый. Да. Покер на счету Рахима Стерлинга. 6-1 в итоге ПСЖ разгромил Реймс. И все мячи, большинство, были забиты именно под концовку. Счет-то был 2-1 на 80-й там минуте. В итоге 4 мяча Стерлинга довели этот матч до разгромного. 8 ударов. 4 забитых мяча. Я сейчас даже хочу посмотреть именно по забитым. Вот. Стерлинг начал забивать на 79-й как раз. То есть 80-я там минута. Держался счет 2-1. В итоге включился Стерлинг. Под конец на 8 мячей мы наиграли. Реймс наиграл на 3. Но в любом случае разница в 5 мячей сохранилась. Так, игроком матча признан Стерлинг. 4 забитых мяча. Икарди тоже оценка 10-0. Гол плюс 3 голевые. Димария забил 1 мяч. Драксер голевая. Рафиня тоже голевая. Хуже всех отыграл Дагба. И Мендеш 6-6 у них оценка. Так, и развитие. Стерлинг у нас развился как крайний плеймейкер. Сейчас какой-то уже рейтинг 90-й. Да. 90-й рейтинг он получает. Так, 86-70-50. Давайте вот. Инвертированный вингер теперь у нас будет. Через 55 недель прокачается до рейтинга 91. Так, по трансферам все так же 3 наших правозащитника многообещающих. Ну, главное, чтобы сейчас они оказались нужны нашему составу. Так, 4 сообщения. Задачи не выполняются. Окончательный отчет по сержению Дест. Так, ему 21 год. Ну, рейтинг такой же абсолютно, как и у Дагбы. Поэтому я бы лучше сделал именно уклон вот в сторону Деста. Так, Артур Мэрлин. До свидания. Филиппе Алберт. Добрый день. Элиот Хаммель. Здравствуйте. Оскар Малет. До свидания. И Аугустин Леливиер. Тоже до свидания. Так. Ну, сейчас я тогда сразу выставляю Дагбу на трансфер. Потому что я вряд ли его даже кто-то сейчас и купит. Если на то уж и дело пошло. Но в любом случае попробуем. Пока что Дест фаворит на наш подписательный. Вдруг там вот эти вот еще молодые люди из Шеффилда, из Арсенала, что-то да и покажут из себя. Так, Дагба решил со мной поговорить. Я рад, что вы решили меня продать. Мне тут не очень нравилось играть. Так что трансфер лучший вариант для меня. Для всех. Вот. Наше мнение совпадает. Ну, действительно, не уровень. Колин Дагба. Правда. В 23 года рейтинг 77. Это не то, что ждет лучший клуб Франции. Так. Такихиро. Тамиясу там. 76. В 23 нет сразу. И Богл. 21. 7. И 75 рейтинг. Давайте лучше, значит, все-таки. Так. Верати. Верати спокойно. Верати хочет купить в Спортинг. Отклоняем. Вот по Дагбе пришло предложение. Замечательно. В Бернли. Вот он. Вот он именно тот самый уровень. 20 миллионов можно попробовать сторговать. Давайте попробуем. Почему бы и нет. А если там 20 миллионов мне хватит? Вообще, может быть, там на Тренте, либо на Жоаканцеллу. Было бы вообще интересно. Так. 20 миллионов. Попробуем. Да, Бернли соглашается. Давайте мы сейчас дождемся, как только Бернли все-таки подпишет Дагбу. Тогда уже я буду думать, либо я Деста подписываю, там у меня деньги еще останутся. Либо купим Трента, либо в конце. В целом, там вряд ли денег-то у меня хватит. Так. Ну, пока что еще не подписывается он у нас. Ну, и сколько у нас будет-то даже вот? 85 миллионов. Я не знаю, сколько зарплата у того же Трента и Жоаканцелла. Даже если так посмотреть, тут будет это видно. Ну, 180, у этого 200, можно и поменьше. Не знаю, там, ну, в районе 180 тысяч можно будет, наверное, договориться с ними о зарплате. Ну, вот так вот даже. Вот. То есть будет у меня 86 миллионов. Мне кажется, вряд ли я смогу их подписать. У одного 121 миллион, рыночная стоимость у другого 77. Вот. Я и не знаю. Что, например, по Канцеллу. Ну, вот, видите. А вот 91 миллиона надо предлагать. Так, удалю пока Трента, это уж точно. Его я вряд ли подпишу. Ну, вот из этих двух я, естественно, выбираю Деста пока что. Ну, деньги останутся. Не знаю, куда их вкладывать. Будем, наверное, Скаута там вот как раз покупать. Почему бы и нет? Тех же еще и в Молодежную Академию получше Скаутов. Было бы вообще все замечательно. Так, ну, у нас игра в Кубке против Бордо. Естественно, выхожу я первым составом. Я бы сейчас, кстати, посмотрел. Никто там у меня выше не прокачался рейтингом. Так, по вратарям все замечательно. Здесь Бернат, все супер. По защитникам странным тоже. Хакими. Так, здесь 83 самый низкий. Там 82 самый максимальный стерлинг. Кстати, практически может догнать сейчас Неймара скоро. И Карди. Ну, и там Месси. Все понятно. Первым составом выходим. Бордо против ПСЖ. Кубок Франции. Поехали. Итак, 1-16 кубка Франции. Бордо принимает ПСЖ. Поехали. Ну что же, каждый матч у нас разгромный. То 6-1, то 5-0, то 4-0. Ну вот, посмотрим, получится ли сейчас. Но нам бы желательно не пропускать. Неплохо через Кильяна Мбаппе. И Мбаппе. Мбаппе. Какой лонгшот сейчас забивает. Хороший, мощный. Ну и получается открыт счет. Замечательно. Так, вон она. И пропускает все-таки еще и Донарума. Два матча подряд мы пропускаем. Бу. Нам забил. Хотя были хорошие там возможности. Не может никак Неймар сам решается пробить. А вот здесь все-таки накрутил. Около минуты, наверное, в штрафной возился. Но и получилось все-таки навозить всех. И вратаря в том числе. И забивает снова Неймар. Через Месси. Леонель Месси неплохо через Виналду мы сейчас. Супер. Мбаппе. Выход 1 на 1 там практически. Кильян Мбаппе забивает дубль сегодня. И делает счет 3-1. Желательно еще за 10 минут нам забить один мяч. Чтобы счет был разгромным. Неплохо. Кильян Мбаппе. Замечательно. Мбаппе набирает ход. И хорошая передача Неймара. На Неймара. Неймар. Но нужно забивать. И забивает. Дубль у Неймара и у Мбаппе. 86 минута. 4-1. Так. Ну вообще было бы на самом деле мне очень интересно подписать, конечно, Канцелло. Это прям хорошая такая конкуренция для Хакемии. Вот Мбаппе. Отличный выход. 1 на 1 практически. Мбаппе отдает передачу на Неймара. А ведь мог им Баппе сам забить хэтрик. Но в итоге отдал этот мяч Неймару. И тот забивает хэтрик. У Неймара вообще такая вот ситуация в этом сезоне. Что он не входит в число ключевых игроков в атаке. Много не забивает. В чемпионате Франции не входит в топ-5 игроков лучших бомбардиров. А ведь 4 игрока из ПСЖ там находятся. Но так, наверное, Мбаппе решил помочь своему другу хоть в Кубке Франции стать лучшим бомбардиром. И все. Финальный состок 5-1. Победа ПСЖ над Бордо. Мы выходим в 1-8 Кубка Франции. Так. Что у нас по XG? Мы наиграли сейчас на 5 мячей. Ну, а тут по статистике все так и есть. 5-1. Так. Что у нас по оценке? Лучшим стал Мбаппе. Он, получается, во всех галахтах сегодня поучаствовал. И Дубль забил. И 3 голевые отдал. Неймар тоже получает оценку 10-0. 3 забитых мяча. Вейналдум отдал 2 голевые. То есть вот. Сегодня у нас Неймар, Мбаппе и Вейналдум показывали себя на поле. Бернат Кужесех отыграл. 6-3. Оценку получил. Так. Ну что же. У нас последние буквально часы уже трансферного окна. Сейчас посмотрим, получится ли нам продать Дагбу. Так. Пришло сообщение, что Дагба ушел или нет. Да. Дагба продан. 17,5 миллионов нам добавили. Давайте попробуем. Потому что за попытку у нас, ну, не снимут в принципе. Я бы хотел бы сейчас попробовать подписать сначала канцеллость. Не получится уже тогда Деста. Так. Ну сколько? Давайте 80 миллионов попробуем предложить за него. Ух, 119 вы хотите. Вы что, издеваетесь? А у меня только 80. Хосеб, давай-ка по-нормальному договариваться сейчас. А сколько у меня всего-то там есть прям? 84 миллиона, добавляю условия, 15% еще и к выплате. Давай-давай, соглашаемся. Нет. Не хотят. Ну и до свидания. С таких денег нет, а переговаривать это я не хочу. Да и не получится у меня. В итоге Дест. Ведем переговоры с Барселоной. Сколько? Ну, 23 миллиона по рыночной стоимости буквально. 26,700. Хотя давайте красивую циферку в 25 миллионов попробуем. Не вам, не нам, как говорится. 25,400. Давайте уж. У вас сейчас проблемы в Барселоне. Вам деньги нужнее. Вот. Ну и мы подписываем Деста на позицию Дагбы. В рейтинге вообще ничего не потеряли, но помоложе игрока купили. Надеюсь, что он у нас прокачается. Так. Я не знаю, как его сказать. В ротации так пойдет. Да, их устраивает. Насколько? Давайте на 4 года попробуем. Там как пойдет. Без отступных. Замечательно. Так. И по зарплате. В 2 раза практически готовы там себе уменьшить. Практически. В 1,5 может быть. Ну и все супер. Все супер. Так. Удаляем канцелл мы из списка нашего. Все. Подписали. Мы себе правого защитника во второй состав. Деста мы сюда. Вместо Маркиниша мы ставим Хакими. И надо в первый состав на скамейку запасных взять теперь Деста. Не знаю, какой номер он взял. Не сильно даже и интересно, если честно. Так, ну и теперь посмотрим, что у нас теперь по составу. А все так же у нас же и остается, что правый защитник Мендеш. Вот. 79 рейтинг. Но он у нас в аренде. Постараться выкупить его. В 19 лет иметь рейтинг 80. Мне кажется, это супер. Вот. Кюрзову мы бы тогда уже потом продали. Поэтому давайте я бы попробовал связаться и купить. То есть мы сейчас в последний час буквально выкупим Мендеша. Деньги у нас вроде есть. Поэтому потратим их хотя бы с толком. Так. На 36 миллионов. Давайте попробуем 35. Он такую, ну, блеклу на самом деле-то игру показывает. Мне кажется, 35 миллионов. Ох, какие деньги вы хотите. Вы что? С дубу рухнули. 45 миллионов. Исключаем, возможно, вот эти вот. 48 хотят. Так. 46. Попробуем. На 10 миллионов выше рыночной стоимости. В итоге сейчас, так, просмотр, да, переговоров уже лично сейчас с игроком. Начинаем. Так, нерегулярный. Это мы соглашаемся. Абсолютно верно. Так, на сколько? Давай так же, как и с Дестом на 4 года. Там посмотрим. Они хотят отступный, но нет. Вдруг вас реально кто-то купит. Вы сейчас такие перспективные. А зарплату я на самом деле не знаю сколько. Ну, 40 тысяч евро, я надеюсь, вам достаточно будет. Да, слава богу, потому что, ну, Дест постарше на 2 года, но все равно. Хотел, 46 вот получил. Мендер даже получше, но 40 предложили. Пойдет. Пойдет. Так, номер так же все остается у него. Кто дальше? Кто дальше? Ну, 80-й рейтинг, это надо смотреть Драксер, Рафинья, Диало. Так, здесь уже по рейтингу давайте посмотрим. Вот именно вот так вот. Драксер, Рафинья, Диало. Ну, вот они все. 80-й наш рейтинг. Так, это все, да. Драксер у 28, Рафинья у 28, Диало у 25. Так, ну, я и не знаю. У Диало идет неплохая форма, плюс 2 к рейтингу. Рафинья или Драксер? По статистике давайте посмотрим. Драксер почаще участвует, больше забивает. 8 плюс 5 у него. Получается 13 результативных действий. У Рафиньи 11. По оценке. Лучше себя, кстати, Рафинья здесь показывает, поэтому я и не знаю. Напишите тогда в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я продал из них. Два мяча всего лишь забил, блин, Рафинья, но 9 голевых передач отдал в чемпионате. А Драксер 7 голов в чемпионате, 1 в лиге чемпионов, ну и 5 голевых. То есть, ну, Драксер более-менее что-то такое себя прям показывает. 4 голевые в чемпионате, 1 в лиге чемпионов. Ну, вот оценка как-то меня вот смущает, 7 и 4. Поэтому давайте, я жду ваших сообщений, ну, именно комментарий. Так, а здесь давайте план развития. Мендо, что ты там качаешься или нет на левого защитника? Нет, а почему он не меняется? Все лежит 2 недели. А то, может быть, лучше себе рейтинг даст. Поэтому все, жду от вас предложений. Так, ну а пока что, да, раз ищем мы в любом случае центрального полузащитника нам на будущее, давайте их тогда и поищем. И многообещающего и усиление основы. Так, не правый защитник, а центр полузащиты здесь есть. Усиление основы и здесь. Центр полузащиты. Здесь сделали. Так, а кто у нас по скаутам? Там, мне интересно. Испания, Франция, Англия. Так, а здесь что-то плоховато. Это что, везде теперь такие? Попозже надо будет зайти, да? Ну, давайте попозже. Пока что, тогда попозже. Может быть, туда купим сейчас. За 12 миллионов я уж все равно никого не куплю. Скаута бы, может быть, приобрел в молодежную академию. Но тут тоже нету прям топовых таких. Тоже попозже, значит, заглянем. Так, хорошая работа. А что там за работа была? Завершить сезон в прибыли. Нормально. Так, привет, тренер. Я просто хотел сказать, что я очень рад, что клубы все вытрясли. Мне нравится тут играть. Надеюсь, мы продолжим в том же духе и вместе что-нибудь выиграем. Теперь мы будем ждать от тебя большего. Скажем так. Так, а что у нас там действительно-то? По прибыли надо в 325 миллионов. Серьезно, это очень низкий, да. Но я не знаю, за победу в Лиге Чемпионов и в Чемпионате вряд ли же мне что-то дадут. Поэтому я вот и не знаю. Так, по Ким Пимбе пришло предложение. За 73, там буквально миллиона. Хотят его подписать в Ливерпуль. Мы отклоняем. Так, пришло предложение по Диало. Но я его не выставлял. Но хотят в Мадридский Реал с правом выкупа. Я научился, что можно сдавать в аренду, когда вот именно с правом выкупа. Там можно договариваться как-то. Но я не буду, потому что Диало у меня игрок второго состава. Так, ежемесячный отчет о наших молодых дарованиях. Так, сразу вот. У кого ниже 90, до свидания. А вот, кстати, 60-й рейтинг у Бруно Гроба. В основной состав можно его, да, уже подписывать. Поэтому давайте. Подпишем Ким Пембе. Причем предложение снова из АПЛ. Тут уже от Манчестеринета. Но они прям сильно что-то уменьшили. Практически там на 25 миллионов меньше, чем Ливерпуль предложили. Так, Гроб. Мы тебя выставляем в аренду. 16 лет. Рейтинг 60. Надеюсь, в аренде он прокачается. Либо у нас. Так, сообщение от Гроба пришло. То, что он мечтал просто об этом. Я под впечатлением, скажем. Так, ну и неудача в регионе Франции. Это по центральным там полузащитникам нам ищут. Ну, я пока что не буду смотреть. Потому что вы еще не решили, кого мы будем все-таки продавать. Дракса или Рафиню. Так что все зависит от вас. Кстати, вот Мбаппе тут обогнал и Бу, и Джордан Шакири. Поэтому вот. Как-то так. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok